ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ В одном из подъездов дома, в Коренево, взломаны почти все квартиры. Отметим, что украинской армии в этом месте не было ни одного дня. Все квартиры взломаны. Это первый случай, когда массовое мародерство в Курской области задокументировала российская военная полиция. Здесь уже не отмажешься, что это вброс украинских спецслужб. Это Коренево, Курская область. В районный центр начали возвращаться люди, которые обнаружили, что в поселке вскрыты и ограблены все магазины, многие дома и квартиры. Коренево было близко к захвату во время наступления в ВСУ в Курской области, но российские войска удержали его. Они и стояли в поселке, откуда эвакуировали жителей. Мороженое уехало вместе с холодильником, нахуй. Кофемашину, блядь, и разъебанную. Мародеры ограбили даже районную больницу, автозаправки, аптеки, гаражи, сарай и многое другое. Банки в рот. Я стала и, блядь, были ломать. Нахуй. Губернатор Курской области назвал сообщение о мародерстве информационным вбросом украинских спецслужб. В ответ ему написали сотни комментариев. Сказали, что врать людям нельзя и прислали десятки фото и видео из поселка. Коренево — это Россия. А теперь представьте, что творилось в оккупированных украинских городах. Вот мы мародерли, короче, ездим. Вон, продуктишку у нас в полной багажнике. Это Россия! Никогда русский солдат ничего подобного делать не будет. Никогда. Пропаганда катится по наклонной. Исследовательская компания «Медиаскоп», которая изучает рейтинги ТВ-программ, выпустила новую аналитику. Впервые с начала войны пропагандистские программы в лузерах. Вести недели с Дмитрием Киселевым не могут попасть в тройку популярных. В топ-10 не попала Москва, Кремль, Путин. Первый канал по рейтингам обошли РЕН-ТВ и Пятый канал с сериалами. Ну и «Вишенка на торте», мое любимое. Владимир Соловьев вообще не вошел даже в топ-50 самых популярных программ. Если смотреть на рейтинг только по Москве, то показатели чуть-чуть лучше, но не на много. Что значат эти данные и что происходит с пропагандой? Поговорим с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым. Действительно ли эти показатели значат, что люди устали от ненависти, от войны, им хочется простого человеческого посмотреть сериальчик и обсудить сплетню у Малахова? Это закономерность или это совпадение? Я уверен, что это закономерность. Более того, эту закономерность мы, люди, которые анализируют так или иначе данные рейтингов и социологические опросы, мы начали замечать еще с начала года. То есть сейчас мы скорее подошли к фиксации падения рейтинга пропаганды. И вот на самом деле результаты Соловьева для меня тоже самые радостные, потому что представься мразь, скоро мы будем ему кричать, и люди на улице, потому что тупо не будут его узнавать. Совсем недавно, причем, да, вот вы уже привели цифры его великого шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», который не попадает в 50 самых популярных программ, а иногда даже в 100 самых популярных программ. Можно ли такое было себе представить в начале войны, когда иногда он фигурировал даже в первой десятке? В прошлом году никогда не вылезал из первой пятидесятки. И, в общем-то, у него были более-менее приличные цифры. Но одна цифра мне нравится еще больше даже, чем цифры программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», это рейтинги канала «Соловьев Лайф», который, как вы знаете, как помнят ваши зрители, сместил в свое время на кнопке «Евроньюз» после того, как началась война, и нужно было убрать из федерального эфира всех неугодных. Так вот, «Соловьев Лайф» получает из бюджета, ну, просто чтобы мы понимали, раньше получал практически 4 миллиарда рублей за три года, то есть миллиард 300 примерно миллионов в год. Бюджет увеличили на следующие три года еще на 750 миллионов, то есть он будет получать 4,5 миллиарда, но канал «Соловьев Лайф» не попадает вообще ни в какие рейтинги, и недавно его обошел канал с мультиками «Дважды два». То есть мы прекрасно понимаем, что Ор и Визг этих пропагандистов, он не может соревноваться в рейтингах даже с мультфильмами, не говоря уже о довольно популярном жанре под названием сериалы, либо про бандитов, либо про несчастных женщин, или про счастливых, наоборот, женщин и несчастных мужчин. В общем, да, мы можем констатировать, действительно пропаганда не работает, и важно еще заметить, что не работают новости. Потому что если раньше новостные информационные программы регулярно занимали все верхние строчки, то сегодня и этих программ в рейтинге нет, людям не хочется смотреть на войну, людям не хочется смотреть на Путина, и мы прекрасно понимаем, что в новостях ничего плохого людям не говорят. Ведущие новостных программ и шеф-редакторы новостных эфиров тщательно фильтруют весь базар и всю информацию, которую они старательно навешивают как лапшу на уши аудитории. Но это больше не работает, и хочется процитировать певца 90-х, Богдана Титомира, «пипл не хавает, не хавает». Вы, кстати, упомянули как раз про бюджет, и недавно мы со всеми обсуждали поправки в бюджет новый на следующий год, на 2025-й, на государственную пропаганду 137 миллиардов рублей заложено, и это значительный рост по сравнению с 2024-м годом. Как два этих фактора значительный рост расходов на пропаганду и снижение интересов зрителей будут вообще уживаться друг с другом? Воруют много, во-первых. Во-вторых, безрукие люди работают на федеральных эфирах, потому что мы прекрасно знаем, что те люди, которые сделали рейтинги, к тому же Первому каналу, они сегодня либо сидят молча и делают вид, что ничего не делают, и попивают тыквенные латы где-нибудь на патриарших, либо давно уехали из страны. Рейтинги приносили, юмористические программы, шикарные шоу. Сегодня просто А. У каналов нет бюджетов, это правда, чтобы подобного уровня продукт производить. Б. Нет людей, которые готовы и умеют этот продукт производить. И С. Ну, в общем, просто поменялась поляна телевизионная. У людей другой запрос. Плюс вот это нагнетание истерики военной в течение многих лет, оно научило руководство телеканалов на всякий случай шоу-бизнесом не перекармливать. Потому что все боятся вот этих вызовов в кабинеты господину Сергею Новикову, который курирует культуру, который скажет, что вы опять показываете Голозадова Киркорова, показываете скорее не Голозадова в черной водолазке, который поет где-нибудь на фронте фронтовикам-калекам. И они на всякий случай даже сами перестали снимать подобный контент, потому что в России что лучше всего работает и бежит впереди паровоз? Это конечно самоцензура. И мы видим просто слишком сильно поменявшийся а, телевизионный рынок производства, то есть продакшены просто больше не умеют такой продукт производить и самоцензура сильно очень работает, все себя ограничивают, все на всякий случай не снимают ни черта, плюс люди просто этого не хотят смотреть. И поэтому да, бюджеты можно бесконечно увеличивать. Во-первых, как мы прекрасно знаем, благодаря вашему расследованию в том числе, что бюджеты эти благополучно будут разворованы, это раз, я сяду где-нибудь в районе золотых унитазов под Геленджиком, и два просто как бы, ну хорошо, но вот если у них эти деньги, они не могут произвести продукт, который люди будут смотреть. Вы упоминали пятый канал и важно еще, что сказать про пятый канал. Это не просто канал, который показывает сериалы, это канал, который показывает в основном старые сериалы. Это о чем нам говорят, что даже нового продукта они снять не могут и рейтинги выше, чем у первого канала, у регионального в прошлом телеканала, который показывает старые сериалы, которым по 10, по 15 лет. И вот этот старый сериальный продукт Глубоко нафталиновый собирает большее, чем все детище Константина Эрнста, который еще недавно оказался великим и ужасным. Нельзя не признать, что это звучит очень приятно. А может ли как-то измениться тон пропаганды вслед за рейтингом? Будут ли они совершать какие-то работы над ошибками? Вообще, я призываю дождаться на самом деле ноября-декабря. Почему? Потому что, ну, ноябрь совсем уже скоро. В ноябре начнутся съемки «Голубых огоньков». И вот в рамках этих «Голубых огоньков» мы узнаем про то, как поменяется тон и лица. Потому что мы поймем, кого позвали, например, в съемочные павильоны Шаболовки или Останкино. Кто будет звездами новогодних эфиров, потому что новогодние эфиры как бы зададут тренд следующего года. И я думаю, что мы многое поймем. Я уверен, что тональность пропаганды должна поменяться, потому что вот это нагнетание больше не работает. И людей невозможно заставлять открывать пустой холодильник, грустно потом потирать пузо свое, маечка обмазанная кетчупом, садиться перед телевизором и думать, ну ладно, зато Соловьева посмотрю, буду радостно ненавидеть пиндосов, гей-ропу, болеть за Трампа и кричать «Путин красавчик». Что-то как-то Путин не красавчик, за Трампа не болеется, а холодильник по-прежнему пустой. Поэтому эта тональность, она неизбежно будет меняться. И такие программы, как шоу Андрея Малахова, которые занимают все первые места последние несколько недель, вот начиная со старта этого телевизионного сезона, конечно, только они и будут востребованы. Там такой размеренный тон, там уже не скандалы, интриги, расследования, там вот «Привет, Андрей!», да, вот как пела, значит, великая певица Ирина Олегрова «Привет, Андрей!» и такой добрый, немножко распухлевший Андрей Малахов принимает гостей, они к нему приходят, вспоминают советские времена, там советские артисты часто в гостях. Вот такая вот странная ностальгия по спокойным временам. Прямо сейчас испытывают сложности большие наши граждане, мирные люди, которые эвакуируются из опасных участков. Киев требует разрешить бить ему по российской территории атакамцами, которые, понятно, наводятся американцами, которые невозможно использовать без американских спутниковых систем и специалистов, то есть управляют ими американцы.